всем привет дорогие друзья рад вас снова видеть на своем канале хотелось бы поблагодарить за вашу активность после 5 урок по тестированию аналитики мобильных приложений мне действительно очень приятно что я делаю контент не зря и кому-то это полезно ну а сегодня у нас снова практический урок по сниферам и сегодня это фидлер мы разберем с вами как можно подменять данные в мобильных приложениях с помощью rules на эту тему достаточно много видеоуроков основным отличием моего урока других наверное будет то что я не буду показывать прямо как работает и за что отвечает каждое кнопочка но мы рассмотрим именно практические примеры 5 базовых подмен на практике ну и фидлер у меня самой последней версии установлен возможно кому-то будет удобнее повторять за мной в обновленном интерфейсе и так погнали сегодня у нас с вами по плану сделать 5 базовых подмен данных первым пунктом мы сделаем подмену данных джейсон файла в респонсе вторым пунктом мы подменим статус-код третьим пунктом мы подменим хидр нашего реквеста затем мы подменим body респонса и в конце мы научимся очищать куки запросов и ответов запускаем фидлер запускаем наше тестовое мобильное устройство напомню что для работы нам нужно засинкать наш мобильный девайс и компьютер если кто-то забыл как это делать то урок номер три вам в помощь слева у нас таба сессиями и реквестами но сегодня мы с ними работать не будем сегодня мы сконцентрируемся на фиче rules и позадаем правила подмены данных отключаем наш тогол live трафика чтобы мы не снифли трафик с браузера на компьютере и он нам не мешал и очистим поле запросов перепроверим настройку нашей сети айди и порт сервера итак запускаем наше тестовое приложение и я скачал шахматы у вас может быть какое-то свое приложение на котором вы будете тренироваться нам нужно выбрать парочку запросов на которых мы провернем наши трюки с подменой я перешел в одну из вкладок приложения видим какое полотно из запросов у нас уже тут набежало сейчас выберем какой-нибудь запрос с которым мы поработаем более детально в приложении мы перешли во вкладку под названием events и давайте попробуем найти что-нибудь в реквестах с этим словом и да мы видим сессии с пометкой формата данных джейсон html css gs info и так далее мы хотим поработать с джейсон файлом я вижу пятьдесят шестой запрос у нас как раз в джейсоне видим развернутая body в респонсе и хидеры в реквесте body пустое и также есть хидеры и так для нашей подмены мы будем пользоваться табы rules видите тут молния и тоггл давайте его сделаем активным чтобы правила которые мы задаем отрабатывали давайте попробуем зафокусится именно на 56 сессии нашем джейсоне выбираем наш запрос и правой кнопкой мыши открываем список в котором нас интересует последняя строчка at new rule видим появляется запрос и по нажатию на карандаш открывается окошко для задания правила в левой части экрана мы видим название правила и наши конди шины первым пунктом у нас стоит подменить джейсон файл и спонса давайте назовем сразу наши правила перемещаемся в правую часть экрана и в дропдауне мы видим наши возможные экшены в левой части мы также видим несколько дропдаунов можем самостоятельно поработать тут поиграться со списком возможностей ну а мы переходим к нашим экшеном и выбираем response файл то есть нашей целью первой подмены является загрузить на клиент приложение и ту информацию которая поступает нам сервера а кастомизировать и загрузить какую-то свою сохраняем пока что наши правила и вернемся к сессии чтобы забрать то тело респонса которая поступает сервера на клиент сейчас нажимаем на кнопку копирования рядом с лупой в респонсе и выходим на наш рабочий стол чтобы подменить какие-то данные в баде и так мы видим в нашем приложении иконки и расписание турниров которые на бэке у нас реализованы в виде такого вот массива данных меня заинтересовал нашем приложении турнир в праге он у нас 6 по списку давайте глянем как он выглядит под капотом видим айди нашего турнира название дату старта предлагаю попробовать провернуть такую штуку и поменять город в котором у нас будет турнир скажем пусть он будет не в праге а в москве и картинку турнира давайте тоже изменим удалим и возьмем другую изменим расширение нашего файла на джейсон и возвращаемся в наш фидлер наши два тогла rules активны давайте пробовать делать подмену обновляем страничку в приложении и видим ошибку 404 которая говорит что эй дружище это конечно очень классно что мы собрались мокать данные но давай ты для начала скормишь мне файл для подмены заходим наши правила и прикрепляем на джейсон файл и обновляем страницу на клиенте и магия наш турнир изменился и теперь он будет проходить не в праге а в москве а флагом турнира станет флаг бразилии с первым примером подмены джейсон файлов body response разобрались осталось еще четыре и давайте копированием добавим второе правило а именно подменим статус код меняем наше название правило и выбираем списке экшеном при define response на данный момент наш запрос на url отрабатывается статусом 200 ok а мы хотим подменить статус код на серверную ошибку давайте пока тогол нашего первого правила отключим а второе правило у нас будет активно делаем рефреш нашей страницы и видим она не грузится тут скорее всего моим ожидаемым результатом был бы наверное какой-нибудь поп-ап на клиенте о том что сервер решил отдохнуть но мы видим лодер просто крутится и в результате у нас ошибка 502 и второй наш пункт по замене статус кода мы закрыли и так давайте переключимся на нашу сессию помеченную что в ней хранится данные в html формате и добавим правило уже на другой url будьте внимательны он уже отличается предыдущих двух и третьим пунктом мы сделаем подмену hydra в реквесте и тут мне пришла такая мысль что просто сделать подмену какого-нибудь из полей hydra во вкладке events будет достаточно скучно давайте переключимся во вкладку честы в и поменяем hydra реквеста тут давайте найдем в поиске запросов redirect на twitch и видим плеер твича раскрываем подробности сессии и видим хосте плеер твича меняем наш урл в третьем правиле на урл твича изменим также название самого правила чтобы не путаться давайте скопируем наш ключик и валю нажав правой кнопкой мыши заходим в экшены и ищем нашу подмену хидра реквеста верхнее поле мы вводим поле хост так как мы меняем только его и сетаем значение сайта ютуба проверяем и сохраняем делаем рефреш страницы и видим место отвечаю youtube забавно правда деактивируем наши тоглы для правила 2 и 3 и переходим к созданию четвертого правила ищем нашу предыдущую сессию и у нас подмена body в респонсе почти то же самое что мы проворачивали в нашем первом примере только там мы ворочали целым массивом данных а здесь мы сделаем точечную подмену конкретной информации в поле создаем правило номер 4 и открываем редактирование по уже знакомой схеме меняем название правила проверяем url и переходим в список экшенов чтобы сделать подмену выбираем про апдейтить респонс body сохраняем и вернемся на секунду к нашему запросу посмотрим внимательно на наш body в джейсон формате и мы видим что тело достаточно большое вернемся в наше приложение и обратим внимание на женский турнир в кубани и я бы конечно не против съездить в кубань на женский турнир по шахматам но мне бы хотелось чтобы он был поближе к дому ищем в body нашу кубань заходим в правило номер 4 и редактируем наш респонс нажимаем найти поменять значение кубань на минск сохраняем чекаем наш тоггл и обновляем нашу страницу на клиенте видим наш турнир теперь в минске то есть мы сделали подмену данных только у нас на клиенте мы не меняем данные в базах данных мы локально изменили информацию которая у нас на телефоне и последний наш пункт это удалить все следы уничтожить наши куки как в реквесте так и в респонсе видим в реквесте их 12 в респонсе их всего три задаем наше пятое правило меняем название и находим в экшенах подмену куков для реквеста выбираем remove это же самое сделаем для респонса выбираем remove сохраняем очистим наши сессии девайс я уже тут не вывожу я просто нажимаю рефреш страница у себя на телефоне вижу мои запросы обновились в реквесте и куки у нас пустые а вот в респонсе их почему-то 4 значит где-то я допустил ошибку заходим в редактирование правила и я вижу что у меня задано 2 реквеста вместо респонса и реквеста меняемые пробуем еще раз обновляю страницу и вижу что куки из респонса никуда не пропали контрольный раз перепроверяю наши правила и вижу что я не засетал значение для удаления куков по тропился сохраняем обновляем страницу в приложении и до наши куки уничтожились как из реквеста так из респонса и к примеру я хочу сохранить данные запросы к себе на компьютер для этого я нажимаю на стрелочку вверх вот эту вот зеленую и сохраняю их себе локальным файлом таким образом дорогие друзья подводя итог нашего урока по работе с подменой данных фидлере я могу сказать так использовать мойки можно и нужно для тестирования мобильных приложений но как правило это различные проверки негативных сценариев мы тестируем наш бэкэнд смотря как ведут себя наши обязательные и необязательные поля в хидрах в баде мы можем спроецировать процесс отправки данных с клиента на сервер из сервера на клиент обратно мы можем загрузить вместо 20 символов тайтли например 40 и посмотреть ничего ли у нас не поплывет по верстке мы можем попробовать загрузить вместо картинки одного формата и размера какую-то другую картинку мы можем поработать с нашей безопасностью и сделать подмену статус кодов поработать с куками мы можем поработать с опишкой и настроить редиректы все зависит от того что является вашей конечной целью протестировать на вашем конкретном проекте сказать что это жизненно необходимо джуниору тестировщику знать все фичи по моку данных фидлера и уметь их применять на практике я склоняюсь ближе к тому что нет однако имеет представление наверное было бы неплохо ну а на следующем уроке мы разберем функционал чарльз прокси посмотрим каким образом можно подменять данные в чарльзе и если там какие-то отличия по фишам ну а всем спасибо за просмотр очень буду рад вас видеть на своем канале еще оставляйте комментарии я все читаю и стараюсь оперативно отвечать силу своих компетенций ну а всем пока и удачи в ловле жуков ой то есть поиски багов